Всерьез взялись за злостных неплательщиков алиментов суд-исполнители, заручившись поддержкой госорганов. Сегодня для данной категории граждан состоялась ярмарка вакансий. 6 июня 2019 года заключен меморандум между прокуратурой города Ахтюбе, Центром занятости населения и региональной палатой, сейчас судебный исполнитель по Ахтюбинской области. Цель данного меморандума – трудоустройство лиц города Ахтюбе, являющихся должниками по алиментам. 30 актюбинских предприятий и организаций готовы предоставить вакантные места и трудоустроить обратившихся. Предложения разные – от рабочих специальностей до специалистов с высшим образованием. Со средним окладом – 80 тысяч тенге. Им предлагают работу как стационарно, так и вахтовым методом. Многие нашли для себя подходящие варианты. За полтора часа с момента открытия ярмарки 9 человек взяли направление. Сегодня я, Уразов Адиль, пришел на ярмарку, посмотрел все профессии и выбрал себе место для работы в «Казпроме». Какой специальность? Электрогазосварщик. Направление получили? Направление получил. Дальнейшие ваши действия? Выходить на работу и устраиваться, работать дальше. Адиль не входит в число злостно уклоняющихся от элементов папаш. Ему 19, дочке полтора. И рад бы платить, но с работой не всегда все стабильно. Пришлось сменить несколько мест. Молодой специалист без опыта работы нужен не везде. Ярмарка дает реальный шанс трудоустроиться по специальности. Условия приемлемые, зарплаты устраивает. Но далеко не все мужчины готовы нести должную ответственность. Еженедельно региональной палатой проводится мониторинг данных лиц. В случае, если должник не работает, судебный исполнитель им вручает требования. Лично сопровождает ГУ, Центр занятости населения. Если должник отказывается трудоустраиваться, в отношении его составляется административный протокол. Либо должник привлекается к уголовной ответственности по факту неисполнения. В настоящее время в судоисполнительном производстве находится 10 тысяч дел. В их числе 800 проблемных. Целенаправленная работа приставов в отношении их трудоустройства и дальнейшего взыскания элементов будет продолжена. Ирина Гути, Мирлана Манжулов, программа «Факт». Мирлана Манжулов, программа «Факт»